всем привет друзья вы на канале sky top games и это обзор прохождения игрушки под названием spirit of the north переводится она как дух севера собственно перед началом ролика хотелось бы выразить огромное спасибо за данный подарок нашей подписчицы кроват сапки очень приятно и поэтому я обязан ее вам показать и наверное это будет прохождение собственно что представляет собой эта игрушка это инди игра жанра квест и трехмерного платформера ее выход состоялся аж в ноябре по-моему 2019 года на консолях playstation 4 а потом ее перенесли на пк можно также добавить про spirit of the north что это одиночная приключенческая игра от третьего лица вдохновленная захватывающими и загадочными пейзажами исландия история будет уходить корнями в скандинавский фольклор нам придется играть лисом получившим от духа лисицы сверх естественные способности и мы должны поочередно активировать какие-то обелиски в общем говоря мы это все сейчас увидим чтобы изгнать красную порчу из родной земли по настройкам здесь все достаточно очень просто я уже немножко пробежался хотя бы чтобы вкратце изучить управление посмотреть как выглядит игра ну что же давайте начнем новую игру я выражаю еще раз огромное спасибо кровоцапки за данный подарочек мне очень приятно на что сразу я обратил свое внимание это приятное атмосферное музыкальное сопровождение игры про животных мне кстати очень доставляют всегда массу положительных эмоций графика в принципе достаточно хорошо проделана визуально все выглядит прямо таки я ставлю большой плюсик жирный игра по моему на движке анрил энджин надеюсь музыка не сильно сейчас играет можно в принципе чуть будет сделать потише как я понимаю вот это та самая красная порча и нам нужно будет идти вдоль нее чтобы разгадать какие-то загадки квесты модель животного выглядит очень хорошо так ну что ж глава 1 давайте посмотрим что мы можем в принципе как я говорю управление очень простое в асд это ходить вперед назад налево вправо так а бегать лиса наша может может пошифтуем нет shift пока не работает но по моему в дальнейшем лисица может делать какие-то рывки левая кнопочка мыши посмотрите лисица гавкает я не знаю вообще в реальности по моему лисы не могут гавкать а издают какие-то звуки рычания вроде бы так ну что же давайте пробежимся давайте пойдем прямо вау обратите внимание остаются следы на снегу классно да все вот этот весь путь который мы прошли вот от этого холма остаются следы здорово вот это мне нравится так ну что ж давайте пойдем что самое еще прикольно здесь можно делать короче говоря снимки если нажать на единичку прям чувствуется холод холод атмосфера атмосфера игры так пробел ну соответственно пробел это прыжки так ага правая кнопка мыши это мотание хвостом а что это нам дает интересно ладно посмотрим в дальнейшем как далеко идти непонятно наверно вот за те холмы по холмам по горам в принципе наш лис наша лисица умеет прыгать и я думаю что она без проблем перепрыгнет какие-то разные препятствия вот сейчас этот мороз холод ветер очень напоминает мне за лонг дарк ужасающая холодная атмосфера интересно можно запрыгнуть на эти камни давайте попробуем так если вперед да с легкостью наш лис запрыгивает надеюсь я в правильном направлении иду давайте посмотрим откуда тянется след откуда идет ветер все правильно с той стороны значит надо идти туда а здесь нету каких-нибудь загадок или еще что то что нужно пока изучать пещера пещера ну скорее всего наверное надо идти в нее я не уверен конечно но давайте попробуем давайте зайдем туда нету никаких указателей и то есть игра полностью с открытым миром тебе нужно самому все ходить изучать искать разгадывать тайны боже какое прекрасное музыкальное оформление спокойная атмосфера мне прям нравится так налево направо подождите это чей-то труп кто это может быть насколько я помню по моему здесь нужно каким-то образом отпускать вернее даже души умерших людей то ли животных помогать им избавиться от злой порчи и исцелить их не душа какой-то посох интересно так подсказка левая кнопка мыши а вот оно что посмотрите мы можем хватать предметы такс здесь замерзший ледник мы здесь не пройдем а это по моему путь назад да откуда мы пришли я не уверен столько ходов звук костра реально а подождите это увеличивается звук вот этого волшебного посоха то есть он таким такими действиями показывает что мы идем в правильном направлении ага я все понял давайте положим посох о о мы освободили по моему одну душу конечно это все так загадочно и непонятно выглядит честно говоря так а что это за рисунки так давайте логически подумаем скорее всего это количество душ квестов которые мы должны освободить собственно и с вами проделать такс ну давайте пойдем прямо вернее налево посмотрите какие следы остаются да мы идем вот с краешку по снегу и раскидываем его невероятно невероятно физика игры хорошая мне нравится аккуратно склоны мне до конца пока непонятно почему лис не может бегать давайте взглянем на настройки еще раз так так управление шифт да шифт это бег ф рвок хорошо так р нет скорее всего пока это не работает потому что мы не прошли какие-то квесты я так думаю что дело в этом ух ты это такие медальоны сохранения здорово сделано так что за обелиск это еще душа душа лисицы так ее нужно активировать разбудить а скорее всего это та душа сверх естественной какой-то лисицы которая будет нам показывать скорее всего знаки правильный путь будет вести к истине так сказать блин атмосферная игрушка мне нравится ну что же давайте пойдем стой 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 мы здесь явно не пройдем наша мифическая лиса она просто пропрыгала по воздуху но мы здесь не сможем пройти а путь здесь а где дух лисицы я не вижу на склоне сейчас немножко непонятно то ли мы должны к ней запрыгнуть то ли она указала примерный путь давайте попробуем запрыгнуть стой да 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 явно надо 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 к ней попасть а вот просто гавкнуть надо было и она будет вести нас прикольно давайте устремимся за ней так хорошо обязательно сейчас ребятки поставьте большой пальчик вверх и подпишитесь на канал кто не подписан эх побольше бы таких игр с животными да еще с такой прекрасной физикой анимацией и графикой так ну явно туда на холм я не смогу запрыгнуть это уж сто процентов давайте попробуем здесь оббежать так стоп аккуратно не сорваться с этого большого обрывистого холма так она нас ведет уже ниже так дух лиса внизу хорошо возвращаемся ой 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 стоять аккуратно дабы не разбиться так прыжки рывки у меня шифт пока не работает к сожалению подождите я видел выход вот сюда по моему сюда надо идти а ну самое главное не ошибиться а то мало ли придем туда же откуда пришли кстати на кью также наш лис гавкает полу волк полусобака полу люсица да о я вижу вот она вот она здесь можно очень заплутаться я тебе скажу прямо каждое место нужно хорошо запоминать а вот точно теперь шифт работает теперь доступен шифт и мы можем бегать интересно в конце игры у нас будет такая же способность бегать по воздуху как у вот этой сверх естественной лисицы вау 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 лис сноубордист вот увидели как я проскользил а стамина есть интересно да 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 точно точно есть стамина по моему одышка одышка у нашего лиса ооо это что такое обвал что был за звук а сверх естественный лис он открыл проход невероятно хо хо вот эти покатушки мне очень нравятся бах уау вау ау круто а кстати волшебный лис он не скользит он просто пробегает вообще насколько я знаю в скандинавских мифологиях очень много различных историй связанных С животными В особенности с лисами Мы должны прыгнуть как она Давайте попробуем Да, достаточно хорошо получилось Мы быстро учимся Ох, как мне нравятся эти покатушки Невероятно Посмотрите, как он скользит Круто Тихо-тихо-тихо Тихо, хорошая Так, давайте сохранимся Отлично Где наш волшебный лис? Он убежал дальше? Аккуратно Максимально аккуратно. Я так понимаю, что наш лис обладает очень большой какой-то силой, но он ее пока в себе не совсем раскрыл. Сто процентов оно так и есть. Как мне нравятся игры с открытым миром. Обожаю. Просто невероятно большие локации. Ты можешь сходить в любой район из них, изучить, посмотреть. Обожаю такие игры. А где дух? Куда он потерялся? Так, я вижу красную порчу. Красная порча идет из-за тех холмов. А рывок есть у нас? Нет, рывка еще пока нету. Мне кажется, дальше будут какие-то особые, не знаю, обрывы, что ли, или еще что-то такое. Локации, где мы должны максимально перепрыгивать аккуратно. Сейчас посмотрим. Кстати, надо будет попробовать хвостика помахать, когда этот сверхъестественный лис будет рядом с нами. Кстати, пишите в комментариях, что думаете про эту игру. Будет интересно почитать. Как вам вообще такие инди-игры? Вообще, насколько я знаю, эта игрушечка проходится буквально часа за полтора, скорее всего. Так, стоп. Новый квест. Я вижу еще одну... еще одного мертвого человека. Так. Лис. Так. Он нам показывает знаки. Мы должны освободить еще одну душу. И, скорее всего, вероятнее... Где-то должен быть опять посох, я так понимаю. Либо еще что-то. Там обрыв. Мы здесь не сможем спуститься. Так. Ага. Меня не пускает туда локация. Локация закрыта. О-о-о-о-о. Давайте поскользим по этим льдам. Так будет быстрее спуститься. Как же круто он скользит. Невероятно. Так. Где секрет? Где главный секрет? Ага. По-моему, я вижу даже какие-то указатели. Стрелочки от нее идут. Ну, давайте последуем за ней. Здесь, собственно, я пока ничего не наблюдаю. Мне казалось, как будто стрелки вот так шли вверх полосами какими-то непонятными. Вот сейчас я даже вижу. Может... Может быть, это сделано так игра, конечно. Непонятно. Так. Давайте попробуем пройти в тоннель. Может быть, там какая-то разгадка, загадка. Не знаю. Что-то пошла какая-то напряжная музыка, и она мне не совсем нравится. Скорее всего... Второй квест я... К сожалению... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Ух, я думал, что я разобьюсь. Да, второй квест я уже не смогу выполнить, и... Посох был где-то наверху. Это что за обелиск? Какой-то магический пьедестал. Вы видели, как она отряхнулась? Ого. Ух ты. Мы что-то активировали, я так понимаю. Она чихает. Так, мне кажется, этот обелиск ее только убивает. Да. Лис становится очень слабым рядом с этим обелиском. Давайте попробуем погавкать. Держись, ты полон сил. Оу. Я так и думал. Я так и думал, что наш лис здесь погибнет. Может быть, конечно, это такой лор игры. Подождите, давайте посмотрим. Ого. Это так задумано? Да, мне кажется, это задумка. И это будет вторая глава. Темный обелиск, который нас убил. Но... Нет, мы живы. Но сверхъестественная способность вот этой лисы... Может быть, она нам дала жизнь, вдохновила нас еще раз. Она ее уничтожила, спасла нас. А мы тоже повлияли на разрушение... Вот этой активной порчи. Я не понимаю. Может, может быть. Может быть. Так, давайте здесь сохранимся. Так, прогресс сохранен. Так, друзья. Я думаю, что на этом первую серию я свою закончу. Если вам понравилось данное прохождение, обязательно пальчик вверх. Подписка на канал. Ну и, собственно, я еще раз выражаю огромное спасибо за такой подарочек. Мне очень приятно. Спасибо. Ну что же. Ставьте лайк. Увидимся в следующей серии. Я не прощаюсь. Продолжение следует...